У Северного потока-2 выявили новое несоответствие европейским правилам. Глава Медагермании Аналена Бербак объяснила приостановку сертификации газопровода тем, что он пока не полностью соответствует праву ЕС. Кроме того, министра пригрозила, что Запад примет соответствующий мир в отношении Северного потока-2, но в том случае, если Россия будет осуществлять военную экспансию против Украины. О том, как это повлияет на реализацию проекта, в комментарии политолога Георгия Буфта. О грядущих неприятностях для Северного потока-2 можно было догадаться сразу после победы на осенних выборах в Бундестаг оппозиции во главе с социал-демократами, ныне составляющими основу уже правящей коалиции. Важной составной частью этой коалиции является Зелёный, один из лидеров которых Анна Лена Бербак возглавила МИД. Она не раз называла Северный поток-2 геополитической ошибкой, хотя на новом посту напрямую никогда не высказывалась за то, чтобы его немедленно похоронить. В коалиционном соглашении, являющемся основой деятельности Кабинета министров, тоже об отказе от проекта нет ни слова. Так что всё происходит строго в соответствии с буквой законов, соглашений и регламентов. Однако отделить неприятности Северного потока-2 от общеполитического контекста отношений России и Запада совершенно невозможно. Потому как для любой столь крупной экономической сделки нужно то, что называется духом доверия и минимальной добожелательности. Никаких проектов подобного масштаба под лозунгом «только бизнес» и никакой политики не бывает в природе в принципе. В связи с заявлением иного рода сплошное лукавство. Будь нынешние отношения России с Европой чуть теплее, не напоминая сплошную перебранку и обмен угрозами, сертификация Северного потока-2 проходила бы ровно по тем же регламентам и законам, но в её успешном завершении было бы куда больше уверенности. В мире большой политики и большого бизнеса не бывает так, чтобы отношения с тем же новым керманским правительством начались с высылки дипломатов после того, как суд приговорил россиянина Вадима Соколова по обвинению в убийстве на территории ФРГ бывшего чеченского полевого командира Хангашвили, и после этого сертификация газопровода вдруг бы ускорилась. Или она вдруг бы ускорилась на фоне резкого обострения отношений с Западом вообще из-за Украины. Или на фоне обмена ультиматумами и угрозами военных контрмер по поводу гарантии безопасности России. Или после того, как Газпром, выполняя все обязательства под долгосрочным контрактом, вдруг перешёл к тактике тотального отказа от бронирования дополнительных мощностей на прокачку газа по имеющимся газопроводам на фоне резкого взлёта цен в Европе. В чём европейцы увидели шантаж, мол, надо бы ускориться с пуском Северного потока-2. Но ведь не только у нас власти не любят действовать под давлением. По последнему поводу российскому монополисту уже предстоит разбирательство на предмет возможной манипуляции рынком. Глава МИД ФРГ не сказала почти ничего нового. Ещё в начале декабря глава Федерального сетевого агентства Германии заявил о временной приостановке сертификации газопровода, что формально было связано с учреждением дочерней структуры компании Nord Stream 2. Эта формальность нужна, чтобы соответствовать третьему энергопакету ЕС в части выделения независимого оператора трубопровода в отдельное юрлицо. Это будет немецкое юрлицо, которое зато сможет использовать обе ветки трубопровода, а не одну, обойдя антимонопольные требования Евросоюза. Новая заявка на сертификацию должна была быть подана уже от лица создаваемой дочки Nord Stream AG, и отчёт сроков должен был пойти заново. Но ещё тогда глава германского регулятора Йоханн Хоман дал понять, что решение о начале эксплуатации газопровода не будет принято в первой половине 2022 года. Не в наших силах ускорить процедуру сертификации, подчеркнул он. Чистая бюрократия, не придерёшься. Однако теперь в заявлении главы МИД Германии зазвучали новые нотки. Уже не говорится о газопроводе как о чистой коммерции, который надо отделить от политики. Проект официально назван имеющим геополитический контекст и жёстко привязан к тому, что происходит вокруг Украины. Теперь ещё к этому добавился пока что провал переговоров по стратегической стабильности и с США, и с НАТО, членом которого является Германия. Уже в последние месяцы нахождения Ангелы Меркель на посту канцлера Берлина было всё труднее отстаивать газопровод перед критиками из других европейских стран, которые требовали закрыть проект именно по политическим соображениям. Теперь голоса в пользу полного пересмотра отношений с Россией звучат всё громче и в самой Германии. В США, хотя и завернули только что законопроект об автоматических санкциях против Северного потока, он фигурирует как объект эмбарго в другом законопроекте наряду с другими жёсткими санкциями. Новый канцлер Олаф Шольц не спешит ринуться в неравный бой в защиту проекта. При этом он не будет его и сам топить. Его руки будут чисты, всё же происходит строго по правилу. И когда подойдёт уже новый дедлайн сертификации газопровода, ситуация вокруг Украины, а также переговоров Москвы с Западом по гарантиям безопасности уже как-то прояснится. И если там всё пойдёт не так, то газопровод вполне может быть заблокирован уже в рамках нового санкционного пакета. Но это будет уже далеко не самая большая неприятность в контексте общей геополитической ситуации. За личное дно в брюки и замёрзнуть в первой половине января «Газпром» снизил поставки газа за рубеж более чем на 40%, отказавшись бронировать дополнительные мощности для транзита по украинской трубе и газопроводу «Ямал-Европа». Цена на газ в Европе при этом сейчас составляет около 1000 долларов за 1000 кубов и, скорее всего, продолжит расти, что по этому поводу говорят жители Евросоюза. «Газпром» за первую половину января снизил поставки газа за рубеж более чем на 40%. Он также отказался бронировать дополнительные мощности для транзита по украинской трубе и газопроводу «Ямал-Европа». Цены на газ в Европе сейчас составляют около 1000 долларов за 1000 кубометров. Что по этому поводу говорят жители ЕС и что мешает ценам на топливо наконец-то снизиться?» Михаил Сафонов продолжит. У Данила Дедекера свой ресторан в бельгийском Брюгге. По его словам, в городе поговаривают, что скоро цены на газ должны повыситься. Но есть два важных аспекта. Контракты с компаниями, оказывающими коммунальные услуги, долгосрочные. И для тех, у кого они еще не истекли, цены не меняются. Те, кто заключают новые договоры, сталкиваются с повышением цен. Но второй аспект в том, что это конкурентный рынок. И бизнесмены предпочитают заключать новые договоры с новыми же поставщиками, которые дают более привлекательные условия. Данила Дедекер пока особо не беспокоится. Его контракт истекает лишь в конце этого года. Хотя он сам точно не помнит. «У тех, у кого контракты были прошлогодние, у меня, например, прошлогодний и ресторан, и дома, то такие же цены и остались. А те, кто переоформляет контракт, цены, конечно, поднялись. Но пока я ничего не почувствовал. Пока 1 января мы получим инфактуры в феврале-марте, и тогда будет видно». «Когда у вас контракт заканчивается?» «Контракт, если честно, я не смотрел, но, скорее всего, в конце 2022 года». Тем временем «Газпром» в своем телеграм-канале сообщил, что с 1 по 15 января увеличил добычу больше, чем на 2%. А вот экспорт в страны дальнего зарубежья за первые две недели года снизился на 41 с небольшим процент. Корпорация не стала конкретизировать, в какие именно страны она стала поставлять меньше топлива. Но отметила, что экспорт в Китай по трубе «Сила Сибири» растет, и за первую половину января он вырос в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из чего можно сделать логичный вывод – экспорт в Европу снижается. Правда, «Газпром» сообщил, что за полмесяца увеличил почти в полтора раза поставки в Болгарию. Но если посмотреть данные «Газпромэкспорта», это не самый главный рынок для компании. За 2020 год туда поставлено примерно 2,3 миллиарда кубометров. Для сравнения, в Германию, а это крупнейший импортер российского газа, «Газпром» в позапрошлом году поставил почти 46 миллиардов кубов. Заодно «Газпром» в очередной раз не забронировал дополнительные мощности для транзита газа через украинскую трубу. Корпорация могла бы увеличить объемы прокачки в Европу, но покупателей из-за высоких цен нет, замечает ведущий аналитик фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. Мы четко видим по статистике поставок, что в втором полугодии постоянно снижался объем отбора газа европейцами, потому что цена росла. То есть европейские компании, европейские потребители просто не могут позволить себе покупать газ по таким высоким ценам, которые устанавливаются постепенно, постепенно даже у «Газпрома». Потому что у него по требованию Еврокомиссии фактически все контракты с европейцами, ну кроме Турции, переведены на индексацию к спотам рынка. На споте, соответственно, цены высокие, там от 1000 долларов за 1000 кубов. Ну и, соответственно, постепенно мы видим, что это все отражается на контрактах долгосрочных «Газпрома», и по ним тоже газ становится все дороже и дороже. У «Газпрома» с европейскими потребителями в основном долгосрочные контракты. Но и они с лагом в несколько месяцев привязаны к биржевым ценам на газ. Тысячи кубометров на хабе в Нидерландах стоят около 1000 долларов. И, кстати, по нынешним временам это не самая высокая цена. Бывало, что стоимость превышала 2000 долларов. В итоге сложилась патовая ситуация. Если «Газпром» увеличит поставки в Европу, то это будет способствовать снижению цен. Но компания этого не делает, потому что из-за нынешних высоких цен покупателей на дополнительные объемы нет. Стоимость газа опустится, когда будет запущен «Северный поток-2». Но его сертификация приостановлена. Хотя, помнится, называлась дата 8 января. А в целом, Новый год начался, а ситуация нисколько не изменилась.